Научные исследования в области женской психологии доказали, что основные качества в девочке заложены с рождения. Чистота, нравственность, забота о детях, семье. Чего? Это современная идиотская пропаганда, что надо женщине быть развратной, что карьеру ставить в голову угла и так далее. Женщина, она жена, мать и хозяйка. То есть очень важно понимать, что именно в этом направлении надо развиваться. И только если женщина реализует себя в этих аспектах, она будет счастлива. То есть как жена, как мать и хозяйка. Да, она может пытаться строить карьеру, она может пытаться пробовать жить другой жизнью, но рано или поздно она придет к этому пониманию. Окей, пожалуй, хватит на сегодня интернета. Привет, просветители. Наверное, каждому знакома ситуация. Приходишь на урок или лекцию, а там... Ребята, сегодня мы смотрим фильм. Но непростой. Социальный ролик из интернета. Мой любимый формат занятий содержит все, что я люблю. Кринж, безнадегу, батины шутки и отсутствие задач по физике. Особенность этих шедевров социального искусства практически непременное наличие экспертов. Тех самых развалившихся в кресле психологов, тренеров личностного роста и прочих специалистов, что вы могли наблюдать в начале этого видео. Один про память воды расскажет, другой про корежащиеся от мата гены порассуждает, третий путь к женскому счастью нарисует и маткой дышать научит. Без этого, как вы понимаете, никуда. А, совсем забыл. Еще обязательно должен быть график или табличка. Ну, желательно и то, и другое. Чтобы сразу же было понятно, что над фильмом работали серьезные люди. Научи хорошему или общее дело. Проблема в том, что когда учитель включает подобные отрыжки сценарного искусства на уроке, но прежде всего скажем спасибо подобным педагогам. Без них и Сергея Кравцова мой канал давно бы загнулся. Он не проверяет, что за эксперты вещают с экрана. Красивой надписи «Психолог» на розовой табличке вполне достаточно. Действительно, неужели интернет может обманывать? Вот сегодня мы и попытаемся поближе познакомиться с интернет-экспертами на примере шедевра «Тайна природы борщеварки». Ээээ, женщины. Тайна природы женщины. От общего дела. На создании этого ролика меня подтолкнули подписчики и жизнь. Да, вот такие у меня источники вдохновения. Самый жизненный канал на ютубе. Мы что, не знали? 1 декабря отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. И приблизительно в это же время стало известно, что Россия попала в топ стран Ура! с самой большой скоростью распространения ВИЧ. Упс. Нас обогнали только Южная Африка, Мозамбик, Нигерия и Индия. Но не волнуйтесь, через пару дней Минздрав заявил, что это все обман, деноцификат, дезинформация и гибридная война против России. Никаких особых проблем со СПИДом у нас нет. Лично я никогда и не сомневался. Если взять путь на воздержание, лучшая профилактика, и меньше знаешь, крепче спишь, логично ожидать, что количество случаев за ППП тут же устремится вниз. И пробьет дно. Вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток, пред ним раздбив окровавленный. И трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, и Страсбурга пирог нетленный. Ну что, если ваше новогоднее застолье проходит не так, даже не думайте меня приглашать. Впрочем, можно сделать проще. Вместо нетленного пирога заказать пиццу Фудбенд. И доедет быстрее, и готовить не придется. В меню доставки еды Фудбенд вообще много всего. Хоть привычные салаты, хоть гавайские поки вместо оливье. А с моим промокодом Остапов, Фудбенд даже в праздники будет большая скидка на все заказы и любые блюда. Приготовят и доставят по Москве круглосуточно, в любой день, даже праздники. В меню Фудбенд идеальное блюдо для компании. Пицца из печи с разными начинками, классик или новинки. Да и дети будут рады больше, чем селедки под шубой. Взрослым на закуску можно взять роллы с лососем или морепродуктами. Или вот есть покеболлы, сытные и большие, как необычные салаты, с рыбой, креветками или курицей. А еще много горячих и сытных блюд со сковородки. Берите хоть все, если чем больше заказ, тем больше скидка. И другие закуски под футбол или застолье есть Фудбенд. Крылышки барбекю и картошка тоже в меню. А для предпринимателей у Фудбенд имеется и франшиза. Помогут с открытием с нуля пиццерии или доставки. Подробнее по ссылке в описании. Ну а если просто хотите вкусно поесть в любое время, пишите при заказе Фудбенд промокод Остапов. Это хорошая скидка на все заказы и любые блюда. Кликаем по ссылке в описании и приятного аппетита. Приблизительно в то же время мне написала подписчица. Студентка московского медицинского вуза. Им вместо лекции профессор включил социальный ролик против абортов. И не менее социальный видосик о тех самых борщеварках. Да, будущих медиков решили воспитывать на принципе. Любой неродившийся ребенок в обязательном порядке стал бы героем и великим человеком. Очевидно преступники появляются на свет почкованием. А женщина может реализовать себя только в семье. Отрывки из этого ролика вы видели, к сожалению. Пару лет назад этот потрясающий сборник гендерных стереотипов прокатился практически по каждой четвертой школе страны. Кто-то включал это во время классного часа. Ну разговоров о важном то еще не было. Где-то старшеклассников собирали в актовом зале и знакомили с девочками батареечками. И основная ее задача сохранить и проявить эти качества. Это можно сравнить с батарейкой, которая изначально уже имеет заряд. Но чтобы подобную хтонь включали врачам на четвертом курсе, я услышал впервые. Мужчина это муж, отец и специалист по мелкому домашнему ремонту. Все. Очень важно понимать, что только в этом направлении нужно развиваться. Если мужчина реализует себя в этих аспектах, он будет счастлив. То есть, как муж, как отец и специалист по гвоздям. Да, конечно, парень может попытаться построить карьеру. Но рано или поздно он придет к пониманию. Слышь ты, гвоздь сам себя не забьет. Повторю, реализовать себя настоящий мужчина может только в этих аспектах. Слово только на монтаже подчеркни и чтобы на весь экран. Целиком эти потрясающие видосы я смотрел на стриме приблизительно три недели назад. Запись этой и любой другой прямой трансляции можете найти у меня на бусте. Конкретно в этот день у меня и чата бомбило так. В общем, захотите, сами посмотрите. Ссылка есть в описании. Кстати, вот имена моих потрясающих топовых бустеров. Друзья, огромное спасибо за поддержку. Я ее искренне ценю. Как только на экране появилась фамилия первого эксперта, у меня сразу же рука потянулась к телефону. Проверить, чем этот психолог на самом деле занимается. О, сколько нам открытий чудных. Потом появился вот этот товарищ и я загуглил и его имя. Скажем так, канал Общее Дело либо не особо тщательно подходит к изучению биографии своих экспертов, либо сознательно скрывает некоторые титулы приглашенных специалистов. Возможно, если бы профессор медицинского вуза узнал, что о предназначении женщины и особенностях женской физиологии рассуждает астролог и психолог, отрицающий современную психологию, этот фильм студентам бы не показали. Многочисленные исследования выдуманных нами ученых доказали, что основные качества заложены во всех мальчиков с рождения. Нравственная чистота, хозяйственность, забота о семье. В смысле, какие конкретные исследования? Многочисленные. Я же сказал. Мальчиков можно сравнить с эбонитовой палочкой. Почему? А почему девочек сравнивают с батарейками? Просто. Слушайте, меня начинает раздражать оператор. В мальчике с рождения заложен инстинкт отцовства. У людей инстинктов нет. А у мужчин есть. Посмотрите, как они мило носятся друг за другом на детской площадке. Прямо как отец после семейного застолья. Возможно, определенные вопросы у человека с медицинским образованием или просто головой на плечах могли возникнуть, когда одна из докладчиц рассказала душесчипательную историю. Которая, как мне кажется, отлично характеризует весь фильм. Однажды ко мне обратилась девушка, парень которой уговаривал ее на секс. До брака! Но она решила хранить себя до замужества. Парень ее бросил. Но буквально через пару недель она узнала, что у него был ВИЧ. И уже давно. Вот видите, как важно для девушки не вступать в половые связи до брака. Делает вывод дама. Подчеркнем. Исключительно для девушки. Про мужское воздержание в фильме ни слова. Окей. А предположим, что у парня был бы такой сперматоксикоз, что он предложил бы свадьбу. Ну, ради секса. Ой, как мило. Наша героиня поняла бы, что он и есть тот единственный. С кольцом на пальчике. Уже можно срывать цветочек. И в ту самую волшебную первую брачную ночь она получила бы не только сексуальный опыт, но и целый букет заболеваний. Представляете, если говорить о чистоте и невинности только с девушками, а еще попутно вставить в видосик парочку никому неизвестных исследований о никчемности презерватива, то вырастить здоровое поколение, скорее всего, не особо-то получится. Очень важно понимать, что мужчины, подобно яблокам, становятся совершенно неинтересны противоположному полу, если они со всех сторон обкусаны. Только парень, сохранивший свою чистоту для той единственной, может создать по-настоящему крепкую и счастливую семью. Многие мужчины думают, что любить можно и во второй раз, и в третий, но это не так. Ведь мужчины похожи на скотч. За 44 рубля в фикс-прайсе по акции. С каждой новой партнершей способности к прилипанию уменьшаются. А скотч принеси, сейчас эксперимент проводить будем. У мужчин и женщин совершенно разная физиология, и это накладывает на нас, парней, особое обязательство. Никому не нужна зубная щетка, которая побывала в разных ртах. Это просто мерзко. Поэтому, дорогие мужчины, пожалуйста, держите свою ибонитовую палочку в хорошо защищенном от дам месте. До свадьбы? Ни-ни. Если зайти на официальный сайт психолога из видео Натальи Питченко, можно узнать много интересного. Самое ценное, что у нас есть в этой жизни, это отношения. Никогда не становитесь инициатором разрыва отношений. Не лишайте себя добровольно бесценного богатства. Что? Проблема домашнего насилия? Муж-абьюзер? Не, бросать нельзя. Никогда не становитесь инициатором разрыва. Ну и что, что страшно? На консультации запишитесь и все. Вон же ссылочка. Счастье в семье на 80% зависит от женщины. Понимаете? Не на 50, не на 70. Именно на 80%. Наталья точно знает. Откуда? Ну, возможно, богиня Срасвате подсказала. В комментариях к ее ролику на ютубе к ней обращается школьник. Подскажите, а что делать, чтобы хорошо сдать экзамены? Богиня Срасвате руководит науками и образованием. Почитай мне ей в этот день. 100% сдашь на отлично. Да, у нашего эксперта по женскому счастью есть отдельное видео о том, что 28 апреля лучший день в году. Поэтому, естественно, хочешь успешно сдать экзамены, просто в этот день о богине почитай. Не, ну, если гарантия 100% и луна в тельце, то, конечно. Уважаемое общее дело. Это ваш эксперт. Если современная психология предлагает лишь на время приглушить эмоциональную боль, мы предлагаем решать любые проблемы отношений в самом их корне. Ох уж это современная психология. Никогда солнце вовне не учитывают. Такие шарлатаны. Курс личность. Преодоление стрессов и выход из депрессии. Раскрытие потаенных талантов и дарований. Построение системы ценностей. Определение жизненной миссии. Всего за 3000 рублей Наталья готова выстроить для нас систему ценностей и определить жизненную миссию. Где вы еще подобные предложения встречали? Как практикующий психолог хочу отметить, что очень часто мужчина в 40-45 лет просыпается и неожиданно осознает, что он является жертвой современной пропаганды. Да-да, той самой лицемерной западной повесточки, которая вбивает в головы сильного пола ложные ценности. Ты должен из себя что-то представлять, необходимо самореализоваться, получи образование, найди работу. Ну весь этот бред. Когда на самом деле предназначение счастья для каждого мужчины оплодотворять самок, вбивать в стены гвозди и быть пушечным мясом. Вместе со своим мужем Наталья создала целую школу лидеров. Молодежная школа лидер новой эпохи, уникальный образовательный проект, который превращает жизни людей в миссию, наполненную глубокого смысла. Не, я конечно понимаю, что вы все такие успешные, но совсем-то про русский язык забывать не надо. Наполненную кем-чем? Смыслом. Творительный падеж. Смыслом. Каким? Им-им. Глубоким. Что-то я уже начинаю сомневаться в успешности вашей школы. Русский язык со стоповым. Наталья Сергеевна дает бесценные знания, которые вы просто так не получите. Помню, что после каждого занятия я приходила домой с подружкой, мы созванивались и говорили, это так удивительно. Не совсем понятно, что в этом видео делают женщины, если в фильме общего дела сама Наталья доказывала, что дамам карьера не нужна. Какое нафиг лидерство? Наталья, вы уж определитесь. Или если девушка готова платить вам, то на ее женскую природу можно забить? Главная задача, которую ставит перед собой наш проект, это помочь молодому человеку найти самого себя, состряпать самостоятельно свою собственную систему ценностей. А тебе не нужна помощь в состряпывании системы ценностей? Нет? Странно. Подсознательно, хотим мы это признавать или нет, но любая женщина делит мужчин на гулящих и потенциальных мужей. Эти гулящие мужчины, познавшие секс до брака, не представляют никакой ценности. Ведь подарок, который вскрыли до тебя, никому не нужен. У меня однажды была такая ситуация. Прямо во время лекции я спросил студенток, какого бы парня они хотели видеть на месте своего будущего мужа. В смысле, я никогда не работал в УЗЕ? Ну просто плашку на монтаже добавить и преподавать, или все. Кто проверять-то будет? 98% девушек поднимали руки и говорили, что они хотят того мужчину, что в первую очередь хранит себя, естественно, не носит вызывающие майки и шорты и, само собой, не посещает ночные клубы. В этот момент приблизительно 5 мальчиков встали и начали плакать. А потом просто убежали в коридор. Они поняли, что потеряли самое ценное. Телефон в куртке оставили. Думаю, никого не удивит факт, что если мы заглянем на страницу другого эксперта общего дела, то мы увидим ролики о влиянии планет и астрологические прогнозы на месяц. Странно, что и здесь общее дело решило не упоминать интересы своего специалиста. Соглашусь, астролог звучало бы не так эффектно. Хотя справедливости ради стоит отметить, что, возможно, все эти психологи увлеклись астрологией уже после съемок в фильме общего дела. Ну, на них так взаимодействие с этим каналом повлияло. Но у меня, конечно, гораздо больше вопросов возникает к учителям, которые подобных экспертов тащат к школьникам и студентам. Для того, чтобы понять, кто перед тобой, сейчас порой достаточно просто вбить фамилию в поисковике. Но зачем? Написано же на экране «психолог», значит, все окей. И не беда, что подобный психолог вбивает в головы подросткам самые махровые гендерные стереотипы. Наверное, точно так же в свое время в школы попала презентация про оручиеся гены. Ну, там же написано «профессор Горяев», а профессор, значит, умный. А то, что первая же ссылка в Яндексе выдает информацию о том, что это почетный академик врал и светил лженауке, не, слишком много телодвижений. Учим школьников не вестись на фейке. Запомните, мужчина никогда и ничего не делает для себя, как бы мы не пытались себя обмануть. Почистил зубы? Для женщин. Причесался? Для женщин. Купил новую футболку? Естественно, для них. Любой поступок парня нацелен на поиск жены. Так природа устроена. И вот здесь очень важно понять, кого хочет привлечь мужчина. Если он создает образ привлекательности на внешнем уровне, все эти качалки, турники, барбершопы, татуировки, не дай боже, то он и найдет только ту, которая будет воспринимать его как банальный кусок мяса. Если же мужчина заинтересован в поисках женщины, которая позволит ему реализовать весь свой потенциал, всем же понятно, что без пары парень неполноценен. Ему необходимо очень строго следить за своей одеждой. Никаких коротких рукавов, обтягивающих штанов и, не дай боже, шорты. Сразу в утиль. Поэтому, если мода тебя раздевает, диктует какие-то провокационные фотографии спортзала, просто подумай, как ты хочешь, чтобы тебя воспринимала твоя будущая жена. Ситуация, когда в школу или вуз абсолютно спокойно тащат любую непроверенную информацию, на самом деле пугает. Главное, чтобы посыл был правильный. А факты, наука... Давайте лучше расскажем про врожденную женскую нравственность. Каждую неделю мне приходят сообщения от подписчиков. А нам показали вот этот бред. Администрация потребовала от всех учителей включить то. И когда речь идет о политической пропаганде, можно сказать, их заставили. Но в случае с подобными фильмами о женских батарейках, это объяснение не прокатит. Взрослые сознательно и по собственной инициативе вбивают в головы детям вот это. И тут уже возникает вопрос о профессионализме учителей. Если у тебя после просмотра подобного видео не возник вопрос, а что это за психолог-то? Естественно, ситуация, когда трибуну в учебном заведении получает весьма странный оратор, знакома не только нашей стране. Например, этой осенью в Беларуси лекцию провела вот эта дама. Думаю, вы о ней уже слышали. Аутизм – это мутация ген. Это генетическая мутация, которая происходит во время беспорядочных половых отношений. Понимаете, аутизм – это генетическая мутация, которая происходит во время беспорядочных половых контактов. Эти дети, дети с аутизмом, которые никогда не смогут построить отношений, которые не смогут любить, они не понимают позицию другого, они пришли на этот мир, чтобы сказать о том, что они отвечают за наши с вами отношения к любви. Да, подобному специалисту явно нужно было предоставить микрофон в школе. Кстати, видео тут же разлетелось по интернету. Вызвало вполне понятную реакцию. Но наш эксперт по аутизму не растерялась и заявила, что ее данные научно подтверждены. Просто держитесь. Исследованиями профессора Горяева. Да-да, все та же лженаука, о которой мы сегодня говорили. Но кто-то же эту даму в школу пригласил. Окей, возможно, педагоги не ожидали, что надо будет нести подобную ахинею. Согласен. Но во время самого выступления хотя бы один учитель в актовом зале присутствовал. И не, не было желания остановить этот поток сознания. Но она же к целомудрию призывает. Капелька целомудрия на бочку иблизма. Безусловно, необходимо поговорить и о языковой чистоте мужчины. Да-да, сверлить. Мы здесь ролик о нравственной чистоте мужчин снимаем. Те парни, что позволяют себе ругаться матом, разрушают свое тело, свой разум и свою душу. Но это ладно. Ни одна уважающая себя женщина не будет воспринимать вас как потенциального партнера. А ведь главная цель любого мужчины – найти себе жену. Ну и сохранить десность до брака. Естественно. Слушайте, друзья, нести подобный бред серьезным лицом реально сложно. Поэтому респект психологам общего дела. Настоящая работа. Если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересно. И все новости об образовании появляются гораздо быстрее. Ссылка на бусти есть в описании. Именно там вы можете найти мою реакцию на ролики общего дела. Там весело и кринжово. В общем, вам понравится. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok